Нынешнее правительство сохраняет приверженность социальной политике и пытается расширить выплату дотаций в различных сферах. Сегодня в Доме Стенбека говорили о том, как помочь людям, которые вынуждены тратить большие суммы денег на лекарства. По новой системе, которая вступит в силу с января будущего года, дополнительная компенсация на рецептурные лекарства будет выплачиваться в случае расходов превышающих 100 евро. Важно то, что система заработает автоматически и размер выплат станет зависеть от уплаченной суммы. Со следующего года, с 1 января, автоматически, если человек, в момент, когда человек в год тратит более 100 евро на рецептурные лекарства, больничная касса начнет компенсировать 50% от расходов пациента. И в случае расходов более 300 евро в год, размер компенсации составит даже 90%. Таким образом, во-первых, для более 100 тысяч жителей Эстонии рецептурные лекарства станут значительно дешевле. По словам Осиновского, сейчас в Эстонии свыше 100 тысяч человек ежегодно тратят на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы. 15 тысяч человек тратят свыше 300 евро и при этом речь идет лишь о расходах на рецептурные лекарства. В случае пенсионеров, которые больше нуждаются в лечении и поэтому больше тратят на лекарства, это примерно эквивалентно размеру одной месячной пенсии в год. Мы хотим изменить эту ситуацию, подчеркнул министр. Кроме этого, на пресс-конференции министр Осиновский ознакомил общественность с ходом выплаты дотации на лечение зубов. По его мнению, это нововведение реализуется весьма успешно. Система запустилась достаточно хорошо. Уже более 5 тысяч пациентов получили стоматологическую услугу. По новой схеме больничная касса выплатила около 300 тысяч евро уже зубным врачам за предоставление этой услуги. И, конечно же, в ближайшие месяцы внедрение этой схемы ускорится однозначно после летних отпусков. И надеемся, что к концу года все желающие все же получат нужную услугу. Проблемы еще существуют. Так, в трех уездных центрах – Раквере, Кярдла и Виленде – у больничной кассы еще нет партнера. В их Вику Хлоярве доступности услуги тоже недостаточно. Договор заключили всего по одному дантисту в каждом городе. Тем не менее, в министерстве надеются, что к концу года, после периода летних отпусков, вопрос с доступностью компенсации лечения зубов для взрослых будет решен.